Вторая партия углеводородов Строительство для нуждающихся, мониторинг цен и уровень инфляции Председатель Назбанка озвучил прогноз на конец года Какой сценарий ждет белорусов? Очумелые ручки, как зарабатывать на любимом хобби? Анастасия Похлёстова встретилась с ремесленниками и узнала секреты ведения бизнеса Электромобиль от Бентли, американские страсти и боевики в Нигерии Вооруженная банда напала на деревню аборигенов, сколько погибших? Лето на исходе на Горького и Социалистической развернулись школьные базары Что в тренде в этом сезоне и как сэкономить на шоппинге? Максим Кембель подбил чек Светлая одежда, цветы в руках, в Бобруйске прошли митинги Хризантемы, розы, подсолнухи – все то, что символизирует мир Среди присутствующих, как правило, девушки и женщины Участницы подчеркивают их выход на улицу против насилия Запрет на пиротехнику, перерасчет обонплаты и переработка нефти Новополоцкий нафтан принял вторую партию углеводородов из Северной Америки Как прорабатываются альтернативные поставки? Спросим у моего коллеги Владислава Боева У него самый подробный обзор громких заголовков Белорусский НПЗ до конца года планирует переработать свыше 16 миллионов тонн сырья Доля углеводородов из альтернативных источников при этом составит не менее 10% По словам главы концерна Белонефтехим, загрузка предприятий стабильная Планы по поставкам расписаны до января Во втором полугодии мы переработаем на 3 миллиона тонн нефти больше, чем в первом полугодии И это даже на 1 миллион тонн нефти больше, чем за аналогичный период прошлого Инфляция до конца 2020-го не превысит 5,3% Такие прогнозы озвучил председатель Натбанка Павел Калаур отметил, в ближайшее время дефицит бюджета начнет плавно сокращаться Этому поспособствует и восстановление экономической активности предприятий после периода пандемии И снижение объемов бюджетного стимулирования Бюджетные меры продолжат оказывать поддержку белорусской экономике Это будет способствовать преодолению предприятиями и населениям последствий пандемии Постепенному восстановлению совокупного спроса Ожидается, что в наибольшей степени стимулирующий эффект от мер бюджетной политики Проявится в 2020 году В июле снизились цены на мясо, рыбы, куриные яйца, хлеб и хлебобулочные макаронные изделия Об этом сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли После продолжительного роста наблюдается удешевление картофеля, капусты и фруктов В частности, винограда и бананов более чем на 10% Увеличилась стоимость молока и молочных продуктов, духов и косметики моющих средств В Беларуси ввели запрет на торговлю пиротехникой, как оптовую, так и розничную Мера предусмотрена постановлением Совмина В госаппарате пояснили В последнее время участники протестов использовали салюты при столкновении с силовиками Минсвязи информатизации рекомендовала мобильным операторам рассмотреть возможность перерасчета абонентской платы В ведомстве отметили, доступ к интернету был ограничен с 9 по 11 августа Уполномоченные структуры провели аварийно-восстановительные работы И принятые меры позволили практически полностью восстановить доступ к сервисам-ресурсам глобальной сети В зависимости от провайдера и месторасположения пользователей Некоторые ограничения могут сохраняться непродолжительное время Мессенджеры и соцсети открываются без сбоев За полгода в Беларуси сдали свыше 20 тысяч квартир Недвижимость оценивается в более чем 2,5 миллиарда рублей Для нуждающихся в улучшении жилищных условий построено 680 тысяч квадратных метров В том числе 515 тысяч с использованием господдержки Это около 40% от общей площади нового жилья В столице возвели 4,5 тысячи новых квартир Согласно годовому заданию почти на 20% больше, чем в прошлом году К новому учебному году в стране планируют открыть 3 школы В общей сложности с 1 сентября заработают 2 990 учреждений среднего образования и 189 специального За парты вновь сядут 1,55 миллион учащихся Первый звонок прозвенит для 114 тысяч детей В школы придут работать и более 4 700 молодых специалистов Электромобиль от Бентли, стрельба у Белого дома и боевики в Нигерии Вооруженная банда напала на деревню аборигенов, сколько погибших Моя коллега Анастасия Пахлёстова держит руку на пульсе громких новостей из-за рубежа Местная полиция сообщила, что около 20 вооруженных лиц ворвались в деревню Открыли огонь по людям и сожгли их дома Погибли 13 человек Чем закончилась эта история? Все подробности в конце больших итогов Спасибо, мои коллеги Анастасия Пахлёстова и Владислав Боев с обзором громких новостей недели Мы продолжаем Продавцы в защитных масках и перчатках антисептики для покупателей осенней ярмарки в этом году пройдут с нововведениями Управление торговли и услуг Могилевского обл.исполкома скорректировало правила организации проведения овощных базаров с оглядкой на пандемию Первые ряды в Бобруйске заработают в середине сентября Точную дату и место продаж вскоре определят в горосполкоме На осенних ярмарках традиционно представлен полный ассортимент сельхозпродукции От фруктов и овощей нового сезона до мяса, рыбы и саженцев Грызунки и слингобусы Бобруйские ремесленницы Ирина и Анна Фисак изготавливают детские игрушки Девушки уверены, на любимом деле зарабатывать можно и нужно Государство лишь поддерживает творческие натуры Элементарная процедура оформления документов Упрощенная система налогообложения Отсутствие бухучета Анастасия Пахлёстова тоже поучилась рукоделию Петелька за петелькой Мама и дочка Ирина и Анна создают полезные сувениры для детей Своими руками мастерицы вяжут мягкие игрушки Собирают слингобусы и грызунки для самых маленьких Анна рассказывает, вязать научилась еще на уроках труда в школе Теперь со спицами и крючком не расстается Идея начать заниматься ремеслом пришла сама собой Я родила сына И как-то я начала сама вязать просто для сына, для своего А мама посмотрела и говорит, ой, интересно, можно что-то для других детей делать А еще на этом и заработать Слингобусы и грызунки находятся в постоянном контакте с ребенком Он их грызет, когда режутся зубки Поэтому все материалы подобраны с заботой о малышах Фурнитура из натурального дерева Пряжи и нитки не теряют цвет Я нашла в инстаграме девушку, которая в Ростове, по-моему Но она занимается совместной закупкой из Крыма можжевельника И я посчитала, что можжевельник очень полезен для детей И мы начали там с ней сотрудничать Сейчас еще бук, тоже из бука, сами грызуночки И постепенно начинаем вводить силиконовые грызунки На таком хобби можно неплохо зарабатывать, если оформить ремесленничество Для Анны это дело основная работа Процедура сбора бумаг простая и быстрая Мастера освобождены от подоходного налога Достаточно заплатить ремесленный сбор в начале деятельности И каждый год до декабря повторять платеж Сейчас он составляет всего одну базовую Я пришла в налоговую Буквально, наверное, пять минут в очереди Записала фамилию мячества, данные паспорта Мне сразу же выдали номер ремесленника Оплатить, сходить через неделю в Белкнигу Получить не карту, а книгу проверок И все, и я ремесленник Раньше ремесленники могли продавать свои изделия только на рынках или ярмарках В 2018 году возможности стали шире Теперь разрешено реализовывать товар любым удобным способом Пересылать по почте Но не вся деятельность подходит для ремесленничества Подробнее можно узнать в указе президента номер 225 о ремесленнической деятельности Согласно указу, ремесленники могут изготавливать приспособления для рыбалки Вязать, плести из бисера, обрабатывать и расписывать дерево, камень, кость, металл, стекло Создавать большое количество самых разных предметов декора Анастасия Пахлёстова, Андрей Богдан Итоги недели В стране стартовала республиканская благотворительная акция в школу с добрым сердцем Волонтеры Союза молодежи организуют сбор канцелярских и спортивных принадлежностей Подарки передадут воспитанникам социально-педагогических приютов Коррекционно развивающих центров, а также детям из многодетных и неполных семей Кроме того, добровольцы подготовили игровые, развлекательные и образовательные программы Марафон продлится до 15 сентября Ручки, формы и рюкзаки со скидкой в Бобруйске заработали школьные базары Торговые площадки расположились на Горьковой и Социалистической Максим Кембель приценился и оценил ассортимент С самого утра на школьном базаре десятки горожан Все пришли на шопинг в поисках своего товара Думала, с одеждой лучше посмотреть что-то И обложки, и тетрадки, дневники, ручки, всё-всё-всё, что нужно Большим спросом пользуются канцелярские товары Например, обычная тетрадь 12 листов стоит 13 копеек Дневник чуть дороже, полтора рубля Альбомы для рисования от двух рублей На этом ассортимент не заканчивается Бертон, цветная бумага, краски, карандаши цветные, пластилин Один из главных аксессуаров школьника – рюкзак Выбор огромный, с оригинальной расцветкой, ортопедической спинкой и широкими бретельками Цена 20 до 40 рублей Популярна здесь и школьная форма Натуральные ткани, свободный крой и декоративные элементы В универмаге можно приодеть школьника самым изысканным вкусом Акцент на отечественную продукцию Лук для девочки обойдётся от 200 до 250 рублей Для мальчика от 150 до 250 10% нам предоставляется в любой день для многодетных семей По четвергам у нас всегда действующая скидка 10% На школьную форму в сезон бывает и 30, и 40% Если подбить средний чек школьного шопинга, то сумма составит от 300 до 600 рублей В него входит весь набор ученика Торговые площадки, напомню, расположились на социалистической На отрезке между Карлом Маркса и Держинского Время работы ярмарки с 9 до 4 Выходной – понедельник Максим Кембель, Максим Галеонко Итоги недели Десятки больниц по всей стране, которые ранее были отведены под COVID-19 Вновь принимают профильных пациентов Среди таких учреждений Республиканский центр реабилитации в Оксаковщине С 1 апреля клинику перепрофилировали За 4 месяца лечебница приняла свыше 2500 коронавирусных пациентов Сегодня медучреждение работает в привычном ритме Здесь поправляют здоровье после инсульта и инфаркта Между тем, ВОЗ призывает страны не ослаблять контроль за эпидситуацией Итальянские регионы вводят карантин Жители Брюсселя и Парижа облачили защитные маски В Бразилии от COVID-19 умерли уже свыше 100 тысяч человек Максим Кембель подробнее Коронавирус бьет очередной рекорд Более 20 миллионов 700 тысяч случаев заражения выявлено в мире На этом фоне многие страны вынуждены вернуться к ограничительным мерам Так Франция, Индерланды и другие снова вводят для прибывающих из-за рубежа двухнедельный карантин Сложнее всего по-прежнему в США Там четвертая часть заболевших от мировой статистики В Швейцарии приняли решение сдвинуть сроки снятия запрета на массовые мероприятия на начало октября Там зафиксировали самый большой прирост случаев заражения за 24 часа с конца апреля Новые правила въезда в страну приняли власти Турции Первое. Прямо во время полета люди обязаны заполнить анкету В ней должно быть указано место назначения и адрес пребывания, а также свои контактные данные Вся информация поступает в базу МВД Чтобы в случае положительного теста найти тех, кто летел рядом с зараженными Второе. Если прибудет воздушный борт с коронавирусным пациентом, то ему проведут экспресс-тест Бесплатно. Через 4 часа будет результат В случае подтверждения COVID-19 человека госпитализируют Лечение за счет страхового полиса Если при этом он пропускает свой рейс, то обещают компенсировать стоимость билета Во Франции ситуацию с COVID-19 ухудшает жара Ежедневно медики фиксируют по 2000 новых случаев заражения Для сравнения, месяц назад было 1000 В связи с этим власти приняли решение до конца октября запретить все массовые мероприятия Тем временем в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса Она формирует устойчивый иммунитет, отмечают специалисты Препарат прошел все необходимые испытания Массовый выпуск рассчитывают начать в самое ближайшее время Максим Кембель, Андрей Богдан. Итоги недели В Нигерии боевики напали на деревню аборигенов на Маврики И устраняют нефтяное пятно В Украине столкнулись два автобуса В чем причина аварии и сколько пострадавших Далее обзор самых обсуждаемых мировых новостей Слово Анастасии Похлестовой На трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП Столкнулись пассажирские автобусы Два человека погибли на месте Первый рейс следовал из Киева Второй из Словакии Авария произошла рядом с селом Большие Трояны На месте происшествия работали следователи, спасатели и медики 11 человек попали в больницы с травмами разной степени тяжести По предварительной версии у одного из автобусов Путин-двигатель вышел из строя Боевики напали на деревню на юго-востоке Нигерии Погибли 13 мирных жителей Еще несколько пропали без вести Местная полиция сообщила, что около 20 вооруженных лиц ворвались в деревню Открыли огонь по людям и сожгли их дома Началось расследование нападения В населенном пункте усилили меры безопасности Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за случившееся Для ликвидации последствий масштабного разлива нефти на Маврики прибыли эксперты ООН Они выкачивают оставшееся топливо на борту пострадавшего судна Из-за аварии, которая произошла на минувшей неделе в грузовом судне, образовалась пробоина Содержимое вытекло в воду Начали умирать морские обитатели Риф возле которого произошел инцидент известен как заповедник редких видов животных Все они оказались под угрозой вымирания Судно может развалиться в любой момент Это приведет к экологической катастрофе Эксперты уже заверяют, что последствия ЧП необратимы Необычный инцидент произошел в Вашингтоне Дональд Трамп во время ежедневного брифинга внезапно прервался и покинул кабинет Спустя какое-то время президент США вернулся Оказалось, служба безопасности засекла у Белого дома подозрительных людей с оружием И открыла по ним предупреждающий огонь В результате инцидента пострадали два человека Бентли разработает передовую платформу для электромобилей Это принципиально новый подход в создании зеленого транспорта, уверили в компании Двигатель изготовят из материалов, пригодных для вторичной переработки Кроме того, электромотор станет более компактным Ожидается, что первый в истории Бентли серийный электромобиль выйдет в 2026 году Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бавруск-360 и я, Николай Силков Новая неделя, новые итоги Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова